Красота торжествует! В Люберцах впервые прошел региональный конкурс «Миссис Люберцы-2018». В финале выступили 11 женщин из Люберец, Лыткарина, Держинского и Котельников. Финалистки на протяжении двух недель посещали мастер-классы и тренинги, чтобы выступить без волнений и страхов. Так кто же получил титул самой красивой женщины, которая будет представлять наш округ на всероссийском конкурсе красоты? Смотрите в нашем следующем сюжете. Масштабное событие, самые красивые финалистки – мамы с большой буквы. Кстати, главным условием конкурса было наличие у каждой участницы как минимум одного ребенка. Перед выступлением 11 красавиц мы зашли в Святую Святых, туда, где природной красоте придают еще больший шарм – гримерку. И узнали их готовность к первому выходу на сцену. Это впервые, и для меня это открытие за все две недели, что со мной произошло. На этом конкурсе – это просто перезагрузка. У нас вчера был такой вот мастер-класс по психологии от Таши Ункель. Она помогла нам справиться с какими-то внутренними волнениями, со страхами. Поэтому сейчас полностью спокойно, страха вообще нет. Уверенные, красивые и целеустремленные – вот такие они наши молодые люберецкие мамы. И после долгой двухнедельной подготовки они готовы к долгожданному выходу. Каждая из 11 участниц показали свои таланты – танцевальные и песенные номера. Вот и финалистка под номером 2. Надежда Анненкова покорила не только своим исполнением, но и красивым образом. Так после индивидуальных выходов, как и в любом конкурсе красоты, одним из самых ярких элементов мероприятия стало, конечно, дефиле в купальниках. После всех этапов выступлений, пожалуй, самым долгожданным моментом стало награждение. Каждая из финалисток получила одну, а то и несколько номинаций. Миссис Благотворительность, Миссис Талант, Бизнесвумен и многие другие. И вот этот момент, когда все с замиранием сердца ждут имя обладательницы главного титула. Миссис Люберти, 2018 год. Вручается кому? Виноградовая. Виноградовая. Нет, слышу, волкот? Виноградовая. Вручается Виноградовая. Виноградовая. Виноградова получила главный титул конкурса «Миссис Люберти-2018». Вообще, этот конкурс стал поистине масштабным. Информационным партнером мероприятия выступил телеканал ЛРТ. Также звездный состав жюри. Это именитые и известные в индустрии красоты и шоу бизнеса гости. Везде красивые, не то чтобы наши мамочки, безумно красивые девушки, но и детки нарядные. Я очень люблю такие праздники, потому что считаю, что каждая женщина имеет право быть самой красивой, самой умной, самой фитнес-вумен. Сегодня было огромное количество номинаций. Всех поздравляю, очень рада за всех. Конечно, за этим праздником, который доставил эстетическое удовольствие не только гостям, но и самим участницам, стоит не один день подготовки. Организаторами конкурса стали также титулованные участницы всевозможных конкурсов красоты. Конкурс создан в рамках «Миссис Россия мира». Данный конкурс уже на протяжении многих лет работает в России и международной. «Миссис Люберцы» создавался как региональный конкурс, потому что на сегодняшний день пять региональных конкурсов, которые отбирают именно Подмосковье, на всероссийский «Миссис мира». Так теперь для Анны Виноградовой предстоит еще один этап. Выступление на всероссийском конкурсе красоты «Миссис Ворлд Раша 2018», который пройдет в Краснодаре. Мария Антонова, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапчева. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.